На сегодняшний день спасти множество жизней помогает трансплантация. Замена пораженного органа на донорский позволяет значительно увеличить продолжительность жизни или улучшить ее качество. При этом органы одного человека могут спасти жизнь сразу нескольким пациентам. В трансплантации органов в целом нуждается, к сожалению, очень много наших пациентов. На диализе находятся около 500 пациентов, из них очень большое количество нуждаются в трансплантации. Улучшило бы намного качество жизни этих пациентов трансплантация. Ну а гепатиты и С и В в нашей стране являются очень большой проблемой. Как результат этих гепатитов очень многие страдают циррозом. И в результате у нас в листе ожидания сейчас 77 пациентов, которые нуждаются в трансплантации печени. Еще очень многие, которые не включены в лист ожидания. И даже трансплантация печени является еще большей проблемой, чем трансплантация почек в нашей стране. В Молдове началом трансплантологии можно считать 60-е годы, когда здесь была открыта первая лаборатория по забору тканей, где очень успешно занимались трансплантацией костей. В 1982 году при содействии специалистов из Москвы была произведена первая операция по пересадке почки. С начала 80-х и до конца 90-х развивалась только трансплантация почки и довольно успешно. В год проводилось около 20 операций. С 2006 по 2011 год в стране не было проведено ни одной операции. Основная причина заключалась в том, что у нас отсутствовала серьезная законодательная база. регулирующая работу в этой области. В 2010 году было создано агентство по трансплантации и возобновились операции по пересадке почки от живого донора. В 2013 году впервые в нашей стране прошла операция трансплантации печени. С тех пор было произведено более 40 операций по пересадке почек и более 20 по пересадке печени. Лист ожидания это в принципе информационная система, в которую включаются специальные данные о том пациенте, который нуждается в трансплантации. Процедура включения в лист ожидания состоит в том, что тот пациент, который уже диагностицирован, скажем, с циррозом печени, он обращается к своему лечащему врачу, который уже давно его в принципе ведет. Обычно это хроническое заболевание, переходящее в недостаточность печеночную. И с направлением приходит в республиканскую больницу к гепатологу, который является ауторизированным именно для того, чтобы обследовать этого пациента. Если у него нет противопоказаний, ему назначается еще ряд исследований. Он проходит эти исследования, заполняется специальное досье, это направляется к нам. Мы контролируем, если там все в соответствии с данными нет каких-то ошибок и включаем в эту информационную систему. В странах Европы, в США, Канаде, Австралии трансплантация ежегодно спасает десятки тысяч людей. Многие жители одобряют трансплантацию и изъявляют желание стать донорами органов после смерти. В США свое желание принято указывать в водительском удостоверении. В Израиле, Ирландии и Польше существует карта донора – маленькая карточка, которую можно вложить в бумажник. В Бельгии действует презумпция согласия. Если человек при жизни не подписал отказ от донорства органов, его органы могут быть пересажены другим людям. Такой способ волеизъявления действует во многих европейских странах. Финансирование происходит из двух статей. Одна – это страховая медицина, которая оплачивает саму операцию и первые дни нахождения пациента в стационаре. И в последующем все пациенты после трансплантации, они должны принимать определенные лекарства для того, чтобы не было отторжения органов. Вот эти лекарства уже покупают через национальную программу по трансплантации, которая финансируется из бюджета. Чаще всего для трансплантации используются донорские печень, почки, сердце. Для подбора органов выполняются специальные анализы, позволяющие оценить совместимость донора и реципиента. В трансплантации может нуждаться любой человек – взрослый или ребенок. Такая необходимость может возникнуть внезапно или быть следствием долгой болезни. Эта проблема справится с которой может помочь только добровольный донор. Продолжение следует...